Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Вчера мы сходили в лес, набрали грибов. В основном нам попадались, конечно, грузди. Но также были и боровики несколько. Были обабки, подберезовики. В общем, сегодня мы эти грибочки приготовим. Вчера вечером их предварительно мы отварили. Сегодня также отварим картофель. И поджарим от грибы с луком. Поэтому получится вполне себе очень вкусное блюдо, которое можно приготовить и на обед. Но также, в принципе, это блюдо можно приготовить и на ужин. Так, ну вот наши грибочки отваренные. Осталось их только нарезать. И, в принципе, можно будет начинать их обжаривать. Картошечку мы заранее поставили варить. Можно уже заметить, что, видите, она уже сварилась. Хорошо протыкается. Сперва варили картофель на шестерке, и потом на пятерке, на шестерке, наверное, всего минуток десять. А затем уже убавили на четверку или на тройку, и варим до готовности. Слили воду, оставили совсем-совсем чуть-чуть на донышке. Все равно, чтобы немножко воды нужно оставить, чтобы картошка у нас была не сухая. И затем мы накрываем крышкой. И как-нибудь нужно ее все-таки упутать, чтобы она не остывала. Также мы нарезали три небольших таких по размеру, наверное, средних луковицы. И затем мы добавим при жарке грибов. Ну и, конечно, картофель перед варкой немножко посолили по вкусу. Ну и сейчас, конечно же, мы приступаем уже к нарезанию грибов. Ну вот, нарезали наши грибы. Сейчас мы также поставили сковородку разогреваться. Налили на дно совсем немножко растительного масла. И сперва будем обжаривать грибы на таком чуть больше среднего огне, на пятерке. А затем уже убавим до четверки-тройки. Так как грибы уже у нас отваренные, и слишком долго их обжаривать не нужно. Выложили лук. Совсем-совсем немножко сейчас его прихватим. И практически сразу добавим, обжаривать грибы. Немножко, чтобы он так пожелтел. Буквально минутки три на среднем огне его так потомить. И добавляем грибы. Все хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой. И томим на среднем огне минуток 10-15. Периодически, конечно, перемешиваем грибочки. Снимаем крышку и перемешиваем, чтобы у нас снизу ничего не подгорало. Ну и все, в принципе, сейчас они еще минуток-пять или больше потомятся. И можно будет добавлять сметану. И так же здесь у нас еще три столовых ложки сметанки. И лучок и укропчик нарезали. Перед самой практически готовностью грибов добавим сметану, лук, укроп, соль, перец по вкусу. Ну, в принципе, можно потомить даже немножко подольше, минуток 20 даже может быть. Если на совсем маленьком огне, то 25, наверное, поэтому, но пока они еще готовятся. Прошло где-то, наверное, 20 минут, как мы начали готовить. Добавляем сметану. И тоже все хорошенько перемешиваем. Еще минуток-пять они пускай со сметаной вместе потомятся. И затем мы уже добавим зелень. Ну и в самом финале, когда уже отключили огонь, добавляем свежую зелень. И, в принципе, наши грибы, они готовы. Такое вот получается аппетитное, замечательное блюдо. Ну, вот такая вот красота и вкуснота у нас с вами получилась. Всем тем, кому понравилось данное видео, приглянулся рецепт, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всего самого-самого наилучшего.